друзья всем привет сегодня у нас эфир про гармоничное развитие про целостное развитие это важная тема и в завершении проведу практику медитации так у нас вечер но солнце еще светит рим до время тоже классно сейчас но в принципе время такое же как и время сейчас покажу что у нас на улице творится солнышко еще высоко это озеро изео северная часть италии друзья давайте включаться в обсуждение включаться в работу буду задавать вопросы тоже чтобы эффективно прошло наш сегодняшний эфир давайте начнем с того вообще как вы себя ощущаете кем вы себя ощущаете как вы себя чувствуете в плане кем вы являетесь на самом деле важный вопрос как вы себя ощущаете ощущаете себя человеком телом ощущаете себя личностью какой-то определенный до либо ощущать ощущаете себя душой какие варианты у вас есть напишите как вы себя ощущаете сейчас я думаю все понимают что есть два варианта да либо мы развиваемся либо соответственно деград деградируем и если мы идем развитие то это развитие должно быть сбалансированное должно быть гармонично и сегодня об этом поговорим если к примеру мы через практике определенные до через медитации развиваемся энергетику усиливаем свой дух то параллельно мы обязательно должны развивать наше тело так прочитаю ваши ответы да напишите как вы себя чувствуете как вы себя ощущаете так александра привет рад видеть лица написал я женщина которая учится быть женственной хорошо кто себя ощущает может быть душой либо сознанием либо частью сознания поделитесь как вы себя ощущаете кто замечал что со временем вот это само ощущение себя которая всегда с нами на она не меняется то есть в раннем детстве мы себя как-то ощущаем по определенному образу да мы всегда знаем как вот это вообще ощущается я и я да а кто это я еще не понятно зрелом возрасте то же самое то ощущение себя на меняется то есть годами само ощущение себя но неизменно но постоянно кто с этим согласится вот если не обращать внимание на физическое тело до не привязываться к своему физическому телу вот именно ощущение себя как вы себя ощущаете вас как с годами меняется меняется поделитесь пожалуйста дайте обратную связь и вопрос если мы себя чувствуем к примеру просто человеком там девушкой или мужчиной мы себя значит ассоциируем с физическим телом если к примеру из тела выбить сознание ну ситуация такая приключилась до сознание из тела ушло тело при этом продолжать что-то ощущать чувствовать или нет как вы думаете если из тела ушло сознание ну к примеру наркоз да как работает да вам сделали укольчик сознание ушло из тела и тело уже ничего не чувствует не ощущает соответственно где тогда находится вот это само ощущение себя у кого был наркоз в жизни вспомните даже можно и без наркоза просто вспомнить сон как он происходит когда вы спите самый простой вариант вспомнить как вы себя ощущаете кем вы себя ощущаете бывает ли у вас такое что вы себя ощущаете во сне не этим человеком кем кем вы сейчас являетесь на не 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 этим персонажем даже может быть там может быть можно себя во сне почувствовать не только человеком каким-то животным даже такое может быть кто во сне себя чувствует иначе прочитаю ваши комментарии по поводу возраста так валите написал я свой возраст не ощущаю да я тоже вот свой возраст не ощущаю периодически вален и спрашиваю сколько мне лет и пока у нас в физическом теле нет каких-то болезней нет каких-то намеков на то что у нас физическое тело уже старая да мы в принципе не ощущаем свой возраст и если соответственно его не отслеживать то мы можем и забыть сколько нам лет леса написал сон как другой мир хорошо вот продолжим если из тела выбить сознание либо там да с помощью наркоза до сознание покинуло тело тело но уже становится бесчувственным то есть она уже не может ничего ощущать не может ничего чувствовать соответственно сознание да она продолжает что-то ощущать что-то чувствовать что-то воспринимать это как во сне мы тело свое не чувствуем но помимо этого мы начали все равно продолжаем воспринимать какую-то информацию да у нас во сне могут какие-то образы быть какие-то там сюжеты интересные и так далее то есть когда мы так сказать наше сознание покидает наше тело 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 перри перестает ощущать но самой сам этот процесс ощущения до внимание он остается то с этим согласен поставьте плюсик туда же там когда сознание из из человека ушло продолжается процесс внимания причем это происходит не на физическом уровне на каком-то другом уровне даже бывает люди как которые попали там какое-то происшествие там что-то там ударились к примеру потеряли сознание не могут себя со стороны видеть почему это происходит как это происходит если мы примеру только физическое тело если бы были только физическим телом таких бы ситуации не происходило до соответственно плюс все эти ощущения которые мы получаем через физическое тело мы их воспринимаем на самом деле не физическим телом а чем-то другим задумывались вы об этом вопросе кто вообще воспринимает все эти ощущения которые мы получаем через наше физическое тело как инструмент кто только чтобы отключился поделитесь пожалуйста как вы себя ощущаете вы ощущаете себя просто телом либо душой либо что-то больше поделитесь вашими соображением на тему кто есть я не напишите меня меняется ли самоощущение себя со временем если принять тот факт что самоощущение себя со временем меняется то есть тело ну да она она меняется нас со временем жизнь да но это самоощущение себя не меняется соответственно скорее всего мы все-таки больше чем просто тело физическое соответственно да есть определенная сущность которая воспринимает информацию и воспринимает информацию посредством физического тела на планете земля наше физическое тело как 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 скафандр может быть либо как космический корабль который нам помогает изучать этот мир эту планету кто со мной согласен что мы на самом деле нет не просто физическое тело поставки два плюсика привет привет обсуждаем сегодня тему кто только что подключился гармоничное развитие целостный подход пишите ваше соображение по поводу того кто есть я так сейчас прочитаю ваши комментарии по поводу сна валентина писала во сне бывает вся когда я свой возраст не ощущаю леса написал сон как другой мир да александр написал не добывает по поводу сновным тоже так ирина написала я живу отдельно от возраста у меня развита интуиция о чем подумаю то и увижу хорошо да вижу два плюсика да причем плюсики ставят девушки тоже проходили наши программы здорово а вот ник краснуша напишите просто вашим я вас к сожалению не знающим парнику хорошо значит если мы принимаем тот факт что мы не просто физическое тело да соответственно у нас есть еще дух душа и на если мы хотим идти в сторону развития нужно развивать себя и в плане физической подготовки до в фильм плане физики и повышать энергетику прокачивать энергетику то есть усиливать свой дух это должно быть всегда параллельно то есть нельзя примеру забыв о своей духовной сущности до заниматься только физикой там и не думать о духовном развитии да и также нельзя заниматься только духовной сферы прокачивать духовную сферу и не думать о своем физическом теле часто бывают перекосы но ни к чему хорошему они не ведут поэтому очень важно понимать кто вы на самом деле есть да чтобы больше чем тело больше чем душа и развиваться нужно целостно соответственно для этого нужны как медитации как энергетические практики также и заниматься физикой то есть тренировки тренировки на выносливо силовые тренировки высоко интенсивной тренировки кому каких больше нравится но самое главное чтобы они были в нашей жизни потому что наше тело это очень строк сложный такой организм да очень умный организм и его нужно поддерживать всегда в хорошей физической форме чтобы не было никаких проблем со здоровьем для этого телу нужно всегда двигаться достаточно двигаться достаточно движение должно быть нашей жизни соответственно физические практики могут быть различные самое главное чтобы они вам нравились чтобы вы делали их в удовольствие только тогда они приносят максимально положительный эффект кто со мной согласен поставьте плюсик сегодня мы с вами проведем медитацию и кто еще допустим не осознает что он не просто физическое тело в процессе медитации можно просто понаблюдать за своими ощущениями до в медитация происходит закрытыми глазами соответственно нужно будет понаблюдать за своими ощущениями и определить вообще из какой точки исходит ваше внимание как вы себя ощущаете но это уже в процессе вы все поймете хорошо почему важно развиваться целостно физически духовно наше тело это проводник энергии проводник жизненно силы проводник духа то есть жизнь она проявляется таким образом через наше тело да и если в нашем теле есть какие-то блоки зажимы какие-то застои да то жизненно сила проявляется уже не так хорошо через наше тело то есть уже наше восприятие меняется если нашем теле на физике какие то есть вопросы проблемы и в обратную сторону если у нас голове много всякого негатива много мыслей много хаоса если мы не можем контролировать свой ум то это все может отображаться и на физическом теле то есть хаос голове он влияет на физическое здоровье поэтому важно тренироваться заниматься физическими практиками важно заниматься энергетическими практиками важно уделять время медитациям и достаточно на самом деле 15 20 там 30 минут в день чтобы поддерживать себя в хорошей физической хорошей эмоциональной форме быть на полном энергии здоровья кто со мной согласен поставьте плюсе друзья сейчас хотел спросить у вас кто из участников прямого эфира регулярно делает упражнения практики направлены на соответственно поддержание себя в хорошей физической форме наполнение энергетикой напишите кто из вас регулярно делать практики так вот и же танюша плюсик поставила да можно поставить плюсик то регулярно занимается практиками физическими духовными и так далее как это работает я повторюсь наше тело это проводник энергии то если у нас в теле какие-то блоки зажимы энергия жизни уже не так хорошо протекает через наше тело духу нашему высшему я уже тяжелее проводить поток энергии через тело в итоге возникают различные проблемы на физике поэтому если вы идете в развитие если вы решили прокачивать свою энергетику обязательно занимайтесь своим телом это важно если вот вспомнить к примеру кто был в горах до вспомните свои ощущения в горах как вы себя чувствуете в горах на большой высоте в горах высокая энергетика высокий уровень вибрации и человек который соответственно не следит за своим телом который не заботится о своем питании правильном который не занимается практиками в горах себя чувствует в большей степени не комфортно особенно большой высоте 4000 и выше там 5000 начинается горная болезнь сильные головные боли и так далее то есть то есть даже непродолжительное какое-то пребывание на большой высоте вызывает у человека негативные какие-то реакции в теле почему это происходит внешняя среда получается высокочастотная в горах поток энергии сильно идет наше тело при этом если не подготовлена энергия поднимает из нашего организма всю грязь наружу да и соответственно начинаются всякие головные боли тошнота и так далее то есть негативное влияние высоты на человеческое тело тело и с другой стороны если вот взять тех людей которые занимаются своим физическим здоровьем да плюс прокачивает энергетику делают практику медитации они на высок в горах себя чувствуют намного лучше и проще переносят эту горную болезнь которая случается на большой высоте это как раз связано с тем что энергетика в горах сильная высокочастотная и если тело не подготовлена начинаются всякие болезни до поднимается это все вся все шлаки токсины которые наполняют неподготовленный организм они попадают в кровь и начинаются не очень хорошие последствия также если вы примеру решили заняться духовными практиками решили прокачивать себя в плане энергетики до решили развивать себе какие-то способности экстраспособности и не подготовили свое тело к этому дам могут начаться начаться проблемы даже может психика не выдержит не говоря уже физически каких-то болячков так леса написала я делаю не представляю как раньше желание за это благодарю и сам за ответ оля написала медитации стараюсь ежедневно физически нагрузки пару раз в неделю да хорошо да главное все это делать параллельно да то есть ну к примеру там через день медитации до через день какие-то физические практики не обязательно себя там загружать по полной вот некоторые люди идут опять же в крайности каждый день выполняют физические практики тренировки силовые этого делать не стоит нашему телу важен баланс если мы себя нагружаем то мы должны расслабляться если мы допустим делаем какие-то силовые тренировки но они должны быть там два три раза в неделю чаще не рекомендуется потому что наше тело должно успевать восстанавливаться после силовых нагрузок баланс прежде всего и баланс соответственно между нашим физическим развитием и духовным развитием тоже тоже должен быть всегда нужно это помнить и не забывать друзья кто сейчас из участников эфира не чувствует себя больше чем тело то есть вот просто соответственно ассоциирует себя с физическим телом и все есть такие у нас участники напишите просто то есть я мужчина я женщина и ничего больше дайте знать уже через пару минут мы приступим к нашей практике медитации и в процессе да мы тоже будем наблюдать за этим самоощущением себя иногда случается что во время практики даже теряются ощущения своего физического тела и мы уже не чувствуем границы своего физического тела тоже обычное дело медитации можно за этим понаблюдать возможно сегодня у кого-то тоже получится заметить заметить это так смотрю комментариев нет значит все участники понимают что на физическом теле мы не заканчиваем все это хорошо отлично кто готов выполнить практику поставьте два плюсика что для этого нужно чтобы вас минут 10-15 там никто не отвлекал сесть поудобнее с ровной спиной ровная осанка опять же важно для того чтобы поток энергии через нас проходил легко без напряжения во время практики мы будем наблюдать за ощущениями в теле будем наблюдать за дыханием и также постараемся почувствовать тем на самом деле мы являемся откуда идет этот пучок источник внимания откуда он исходит так вижу ваши плюсики хорошо тогда садимся поудобней спинка ровная взгляд перед собой глаза закрываем так камеру переключу давайте сделаем несколько глубоких вдохов-выдохов как одна из целей на сегодняшнюю медитацию заметить откуда идет наше внимание заметить источник нашего внимания погрузить внимание в центр в источник нашего внимания и соединиться с собой почувствовать себя сейчас дыхание свободно и расслаблено и не контролируем его давайте просто понаблюдаем за дыханием не забываем что санка мы с ровной спинка ровно с каждым вдохом мы наполняемся жизнью силой энергии света с каждым выдохом отпускаем все напряжение переживания все что накопилось за эту трудовую неделю отпускаем мысли эмоции продолжаем наблюдать дыхание давайте просканируем наше тело чтобы вернуть внимание из мыслей на ощущения в тело в теле внимание на макушку понаблюдайте за ощущениями в макушке праве не макушки внимание на лицо внимание на лицо почувствуйте мышцы лица прям сверху вниз пронаблюдайте есть ли какие-то напряжения на лице у вас лоб брови веки нос щеки губы челюсть если где-то чувствуете напряжение на выдохе расслабляетесь опускайте напряжение хорошо внимание на уши затылок шея пальцы и влечи влечи первая влечи Руки от плеча до локтя, локти, предплечья, ладони, понаблюдайте за ощущениями в ладонях во время вдоха, во время выдоха. Если наши глаза закрыты, мы не видим наших ладоней, но при этом спокойно можем улавливать ощущения в ладонях. То есть очевидно, что даже без зрения мы продолжаем чувствовать определенные ощущения в теле. Мы можем наше внимание перенести в любую точку нашего тела, понаблюдать за ощущениями в теле. Это происходит молниеносно. Верните внимание на верхнюю часть спины, лопатки, среднюю часть спины. Также наблюдайте, есть ли у вас напряжение в мышцах спины. Если чувствуете напряжение, на выдохе расслабляйтесь. Поясница. Понаблюдайте за новостью в районе поясниц. Если чувствуете излишнее напряжение, на выдохе расслабляйтесь. Отпускаете напряжение. Переносим внимание на живот. Понаблюдайте, как во время вдоха живот наполняется, надувается. Во время выдоха сдувается, расслабляется, становится мягким. Если вы заметили напряжение мышц пресса, тоже расслабляйтесь на выдохе. Отпускаете напряжение. Переносим внимание на грудь. Понаблюдайте, как грудь расширяется, наполняется воздухом во время вдоха. Как она сдувается, расслабляется во время выдоха. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох. Тоже понаблюдайте за ощущениями. Позвольте телу расслабиться, позвольте уму расслабиться, отпустить контроль. Даже если какие-то мысли, эмоции начинают подниматься, просто наблюдайте без вовлечения. Оставайтесь сторонним наблюдателем. Как будто ваши мысли, эмоции — это облака на небе. Не нужно пытаться их разогнать руками, из пушки или еще каким-то другим способом. Не нужно их контролировать. Просто наблюдайте. Дайте возможность вашим мыслям, эмоциям проявиться. Если какие-то мысли или эмоции чрезмерно увлекают ваше внимание, возвращайте внимание на дыхание, на ощущения в теле. Поместите внимание в центр груди. Понаблюдайте за ощущениями во время вдоха, во время выдоха. Попробуйте направить внимание на источник внимания, уловить эту точку, откуда течет наше внимание. Если не получается, не расстраивайтесь. Просто продолжайте наблюдать за дыханием, за ощущениями в теле. Давайте продолжим сканирование тела. Внимание. Опускаем ниже, в район копчика. Теперь внимание на ягодицы. Колени. Икры, голени. Лодыжки, стопы. Почувствуйте пальцы на ногах. Почувствуйте обе ноги. Обе руки. Всю спину. Грудь и живот. Голова и шея. Почувствуйте все тело. Понаблюдайте за ощущениями в вашем теле. Теперь попробуйте уловить ощущения вокруг своего тела, за пределами тела. Чувствуете ли вы пространство вокруг себя, за пределами тела? Как при этом ощущается тело? Оно находится внутри этого пространства. Если вы тело чувствуете как бы снаружи, если вам получается уловить это ощущение, значит наше внимание распространяется на области большего, чем наше тело. Понаблюдайте за пространством вокруг себя. Как в этом пространстве вы чувствуете свое тело? Понаблюдайте за этим ощущением. Как будто какие-то сгустки. Если пространство вокруг нас это разряженное пространство, то тело в этом пространстве наблюдается, ощущается как будто сгусток энергии, сгусток ощущений. Можете ли вы сейчас уловить границу вашего тела и пространства вокруг вас? Понаблюдайте. Получается ли у вас почувствовать пространство, в котором находится тело? Вокруг нашего физического тело есть энергетическая оболочка. Мы можем свое внимание немножко отпустить, понаблюдать за собой, за своим телом, как бы со стороны, как бы с уровнем нашей энергетической оболочки. Попробуйте уловить эти ощущения. Давайте сделаем сейчас практику с проговором. На вдохе мы про себя проговариваем «Я не тело». На выдохе проговариваем «Я даже не ум». И минутку-две подышим, с проговором понаблюдаем за ощущениями. За ощущениями в теле, за ощущениями вокруг, в пространстве вокруг тела. Давайте начнем. Вдох «Я не тело». Выдох «Я даже не ум». Самостоятельно продолжайте. Вдох и выдох плавные, растянутые, чтобы вы смогли спокойно. Во время вдоха проговорить «Я не тело». А во время выдоха проговорить «Я не ум». Продолжаем наблюдать, дышать с проговором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова дыхание ровно и плавно и спокойно все внимание на ощущение в теле вокруг тела и на проговор во время дыхания вдох я не тело выдох я даже не ум отпустите свое внимание и старайтесь его концентрировать в одной точке распустите его наблюдайте область которая окружает ваш физическую оболочку окружает ваше тело наблюдайте за ощущение задайте себе вопрос как я себя сейчас чувствую кем я себя ощущаю кто я если допустить что я не просто тело и даже не ум кто я тогда задайте себе этот вопрос если вам удалось почувствовать ощущение за пределами вашего тела тоже очень хорошо это подтверждает на что вы не просто физическое тело что-то большее сейчас давайте минутку просто понаблюдаем за ощущениями за своим состоянием со своим мыслями эмоции остаемся сторонним сторонним наблюдателем без вовлечения если какая-то мысль эмоции нас увлекла возвращаем внимание на дыхание наблюдаем хорошо возвращаем внимание на дыхание на ощущение на ощущение в теле задайте вопрос как я себя чувствую какие мысли у меня в голове удалось ли мне почувствовать что-то больше чем ощущение в теле можно потихонечку возвращаться ко мне открывать глаза напишите как вы себя чувствуете как прошла практика удалось ли ощутить себя больше чем просто физическое тело ощутить пространство вокруг своего тела напишите просто так не слышно друзья кто мне сейчас слышит дайте обратную связь поставьте плюсик а валентина написала ощущение невесомости валентина меня сейчас слышно если слышно видно поставьте два плюсика так слышно хорошо танюши написала интересно я расширилась пространстве отлично хорошо и рад что получилось конечно не у всех может получиться до чувствовать пространство вокруг себя не сразу этому с первого раза получится но если практиковать если наблюдать вы сможете уловить это ощущение вы сможете расшириться да вы сможете охватить большую зону свое внимание своим вниманием в любом деле важна практика все получится друзья напишите кому сегодня был полезен сегодняшний эфир понравилась ли вам медитация дайте обратную связь кто хочет развиваться да развиваться гармонично развивать свое тело развивать свою энергетику усиливать свой дух вы можете написать мне в директ чтобы я вам прислал какие-то дополнительные практики в зависимости от того что вам необходимо там больше физических практик либо медитации вам нужны я вам смогу прислать ссылку на видео с моими практиками поэтому кто хочет развиваться в этом направлении на сбалансирован дайте знать напишите в директ и я пришлю вам ссылочки на видео это могут быть и физические практики это могут быть медитация может быть какое-то видео о медитации я смогу прислать кому интересно да в чем суть практики я прочитаю ваши комментарии так невероятное ощущение не знаю даже как описать чувствовал огромную энергию и в себе и вокруг даже физически ощущалось здорово рад что получилось Валентина написала рада встрече тема очень интересная благодарю Валентина за обратную связь хорошо да для тех кто будет смотреть в записи вы также соответственно можете мне написать в директ если вы хотите развиваться в теме энергетики в теме гармоничного целостного развития пишите в директ пришли вам ссылочки так ощущение радости легкость невесомости очень понравилось благодарю благодарю за обратную связь так еще Танюша написал благодарю мне удалось отпустить мысли и прошла голова видела поток космической энергии через макушку через макушку замечательно очень хорошо я рад что вам многим кто сегодня выполнил практику удалось почувствовать себя больше чем тело наполнится энергией рад что сегодня получилось провести для вас этот поток поток жизни энергии для вашего гармоничного развития благодарю за вашу обратную связь кому интересно развиваться в этом направлении пишите в директ пришлю вам дополнительную какую-то информацию и я буду завершать сегодняшний эфир следите за публикациями если вам интересно практиковать в прямом эфире значит поставьте уведомление на моем профиле о новых публикациях чтобы не пропускать прямые эфиры и до встречи в прямом эфире всех благодарю кто пришел на эфир благодарю всех кто будет смотреть записи хорошие вам практики можете также в записи выполнить имитацию и почувствовать этот поток жизни сил и энергии хорошего чудесного вечера всем до новых встреч в эфире пока пока Субтитры сделал DimaTorzok